Газета Уи Борчза, Польша, Германия борется с Польшей в суде АЭС за монополию для Газпрома. Анджей Кублик. Газета Уи Борчза, Польша. 26 ноября 2019 года. В конце прошлой недели истек срок на обжалование вердикта суда АЭС, который в сентябре по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии, давшей Газпрому монополию на пользование газопроводом АПАЛ, основным немецким отводом идущего из России в Германию Северного потока, 1. Владелец АПАЛ, компания, которая принадлежит Газпрому и немецко-российской фирме Винтерсхалде. Еврокомиссия сообщила нам, что внимательно проанализировав вердикт, она решила не подавать апелляцию, поскольку суд ЕС аннулировал ее решение, ссылаясь на нарушение принципа энергетической солидарности. Еврокомиссия осознает важность принципа экономической солидарности, о котором говорится в договорах о Евросоюзе. Согласно решению суда ЕС, в будущих решениях об освобождении от антимонопольных норм его следует четко формулировать, объясняет пресс-секретарь Еврокомиссии. Однако, как следует из сообщения, появившегося в понедельник на сайте суда ЕС, его вердикт неожиданно решил оспорить правительство Германии. Дополнительные детали этого дела, названного Германией против Польши, пока не раскрываются. Послабления для Газпрома антимонопольные нормы так называемого третьего энергетического пакета не позволяют компаниям, торгующим газом, на монопольных условиях пользоваться газопроводами. Несмотря на это немецкое руководство стремилось обеспечить Газпрому монополию на доступ к газопроводу АПАЛ. В 2009 году Европейская комиссия не согласилась на это и приняла решение, что российский концерн получит в пользование 50% его мощностей. По этой проходящей вдоль польской границы трубе с берега Балтийского моря в Чехию можно поставлять 36 миллиардов кубометров газа в год, то есть больше, чем по транзитному ямальскому газопроводу через Польшу. Германия и российские власти не отказались. Однако, от попыток монополизировать АПАЛ, в 2016 году Еврокомиссия в новом составе на это согласилась, беспрецедентным образом изменив прежнее антимонопольное решение. Защита европейской солидарности польский нефтегазовый концерн, БГНИК, и польское правительство подали иски. Первый отклонили по процедурным причинам, а второй возымел действие. Суд ЕС признал, что решение Еврокомиссии нарушает содержащийся в договоре о функционировании Евросоюза принципа энергетической солидарности. Еврокомиссия не проанализировала, как изменения условий пользования газопроводом АПАЛ отразятся на безопасности поставок в Польшу, констатировал он. Этот вердикт – огромный успех Варшавы, заявило наше Министерство иностранных дел. Новый вердикт гласил, что «Газпром» может пользоваться лишь половиной мощности газопровода АПАЛ, как и предполагало изначальное решение Еврокомиссии. В итоге россияне также ограничили передачу газа по северному потоку, один. Это не отразилось на поставках в Европу, поскольку «Газпром» увеличил объем транзита сырья через украинскую территорию, его снизили, после того как заработал трубопровод, ведущий из России в Германию. Как разогнать северный поток? Апелляция о Германии не приостанавливает действия вердикта суда ЕС, но «Газпром» и его немецкие партнеры нашли способ, как значительно нарастить объем поставок из России в Германию при помощи уже работающего северного потока, один. 1 января 2020 года будет отдано в эксплуатацию первая нитка газопровода «Югал», продолжение строящегося северного потока, два. Она проложена практически параллельно газопроводу «Опал» из немецкого «Лубмина», там находится точка выхода обоих российских трубопроводов, идущих по дну Балтийского моря, до границы с Чехией. Раз к 1 января северный поток, два еще не будет готов, то какой газ пойдет по «Югал», возможно, это просто будет сырье из уже работающего северного потока минус один. Благодаря такой схеме «Газпром» сможет нарастить объем поставок по этому маршруту, его пришлось ограничить из-за решения суда ЕС, а одновременно с января сократить объем газа, идущего через Украину. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...